Отметим область применения дизайн-мышления. Если мы работаем с задачей, в которой четко определена проблематика, требования и т.д., то здесь используются стандартные каскадные либо гибкие методы имплементации на основе водопадных моделей, agile-подходов и т.д. В ситуации наличия определенной степени неопределенности применяются гибкие методологии agile, в представленные в частности итерационные либо с перлевидными моделями внедрения программных продуктов. Дизайн-мышление используется тогда, когда существует ситуация полной неопределенности, требования вообще неизвестны, никто не знает, что требуется. В этом случае мы говорим о необходимости использования механизмов дизайн-мышления. Следовательно, в зависимости от того, какая задача перед вами стоит, необходимо выбирать правильные методы имплементации программного продукта.